Финансовые технологии и инновации в платежах. Образовательную программу под таким названием на базе Самарского государственного экономического университета провел Банк России. Принять в ней участие мог любой житель нашей страны. Обучение проходило в два этапа. Состояло из теоретической и практической частей. Из двух тысяч человек, подавших заявку на обучение, только 800 вышли в первый этап. Затем 21 человека по результатам тестирования допустили к практической части. Это студенты из Самары, Екатеринбурга, Уфы и Москвы. На практическом этапе ребята, поделившись на семь команд, работали над проектами. Участие в программе для студентов стало отличной возможностью проявить себя перед потенциальными работодателями. Организаторы смогли присмотреться к свежим идеям и выявить таланты. Посмотреть на то, как студенты думают, как они пытаются решить насущные проблемы и вообще, в принципе, с какими проблемами они сталкиваются, что они идентифицируют как проблему. Потому что мы зачастую имеем какой-то список понятных нам задач и не сталкиваемся, например, с тем, что было бы интересно использовать льготы на транспорте не только в своем регионе, по той же карте льготной, но и в регионе соседнем, когда мы едем куда-то, например, к друзьям или родственникам. А эта тема сегодня была подчеркнута. Команда студентов Самарского и Уральского государственных экономических университетов работала над проектом «Мир займов». Это онлайн-сервис, позволяющий облегчить и в то же время упорядочить отношения должника и кредитора в сфере финансовых займов. Мы можем взять, открыть приложение, выбрать номер телефона человека, которому мы хотим перевести эти деньги, посмотреть его рейтинг. Если рейтинг стабильный, мы выбираем условия займа и переводим эти деньги человеку. Проект был особенно отмечен членами жюри, и команда заняла первое место. По словам организаторов, авторам лучших работ будет предложено презентовать их на тематических конкурсах и конференциях в дальнейшем. Дополнение базового образования актуальными знаниями в области финансовых и цифровых технологий, отмечают специалисты. Отличная возможность для студентов стать более востребованными на рынке труда. Банк России, насколько мы понимаем, впервые шагнул в регионы сочной частью. И это огромная возможность не только для студентов нашего университета, но и для всех студентов Самарской области прикоснуться, приобщиться вот к этому опыту обучения. Самарская область стала первым регионом страны, где Банк России провел подобную образовательную программу. Организаторы остались довольны результатами пилотного проекта и планируют продолжить практику в дальнейшем. Светлана Тимофеева, Галина Топилина, Петр Поломеев. События.